Скажите, пожалуйста, комментируйте процесс переговорный между Ираном и группой 5 плюс 1 вокруг этой программы, в частности, именно последний раунд прошедших переговоров в Женеве. У меня будет впечатление, что это имитация, а не переговоры. Потому что если исходить из совместного плана действий, вот 24 ноября 2013 года, то базовым элементом этого соглашения является дополнительный протокол 1907 года соглашения с МКТ «Премьер-Гарантия». Но этого нет в новых всеобъемничьих соглашениях. Поэтому такого соглашения не может быть всеобъемничьим. При этом я понимаю, Иран, который хочет, чтобы санкции с Ирана сняли. Но с другой стороны мы понимаем, что США и Иран играют в каждую свою игру. Иран пытается ослабнуть санкции, а США пытается эти санкции сохранить. Этого полного снятия санкций не может. В этих условиях дозор-30 не может быть всеобъемничьим. Это второе, по которому я считаю, что это имитация. Кроме этого нужно, я не верю, не верю, возможности существенного улучшения отношений между Ираном и Ираном. Исходя из этого, я полагаю, что Саудовская Аравия будет всячески препятствовать, как и Иран, любому снятию санкций в отношении Ирана. А Европа является политически немощной. И она не может повлиять на урегулирование Иранской генеральной Аравии. Исходя из этого, нужно предположить, что, конечно, подписать какое-то соглашение с ним. И можно назвать всеобъемничьим соглашением. Но это не будет по сути всеобъемничьим. Это будет рамочное соглашение, которое даже не будет основано на совместном санкции 24 сентября 2014 года. Поэтому я не вижу никакого серьезного прогресса, но считаю, что частичное снятие санкций с Иранской генеральной Аравии, которые вполне все возможны себя делать, и которые согласны даже ввести технические изменения с желаловодным реактором в Аравии, вполне справедливы. Но я не думаю, что это произведет разрешение Иранской генеральной кризисы. Вот как раз у меня был вопрос в таком ракурсе, что не кажется ли вам, что при нынешних условиях, я имею в виду при нынешней позиции страны Запада, которые не очень желательно и вообще неполно выполняют, хотя, по крайней мере, даже взятые на себя обязательства от декабря, учитывая, что Иран выполняет свои обязательства взятые на себя, и, в принципе, при такой позиции Запада ожидать от Ирана более других новых шагов, вплоть до, скажем, дополнительного протокола. Каковы же комментарии здесь? Я думаю, что сейчас самая большая проблема – кризис доверия. Если раньше был кризис доверия между Ираном и Западом, то сейчас к этому добавился кризис доверия между Россией и Китаем, со одной стороны, с Западом, с другой стороны. Вот вы в поле хотели у себя доверие, не волнует бы выходить на какие-то серьезные соглашения. Если вернуться в Европе прошлого года, то тогда такого все-таки крупной пропасти между Россией и Западом не было, чтобы с ним общаться очень глубоким и влюбляясь в свою страстью к Российскому. Это одна сторона. Вторая сторона – это человек в том, что Запад не собирается снимать Ирана сам. Запад не собирается принципиально улучшать отношения с Ираном, а пытается это имитировать. Имитация нужна только для того, чтобы улучшить российско-ранские отношения. Если подходить к этой точке уверенности, то можно понимать, что никакого прорыва на переговорах быть не может. Ирану в таких условиях совершенно незачем на себе взять, брать дополнительные обязательства. Брать, например, дополнительные протоколы в 2007 году в соглашении с МГТ и Приминдзор. В этих условиях любое соглашение, которое может быть подписано, по сути, будет значить рамочность. Вполне возможно, что Иран ведет на себя какие-то ограничения, но под эти ограничения Запад будет движением, принято в том же процессе снятия санкций. Потому что как только процесс снятия санкций с исламской струбикой Ирана приостановится, Иран все возобновит, свою программу в прежнем объекте. Кроме этого, я не вижу никакой возможности для США настоять на том, чтобы исламский рамочный экран ввела ограничения, например, на ракетные программы. Особенно в условиях наращивания потенциала противоракетной обороны Саидовской Аралии и нескольких монархов. Также я не думаю, что США удастся навязать Ирану, ввести какие-то ограничения, например, на космическую программу, или ввести очень значительные ограничения на развитие уранов.